Наша презентация Ну вот, для всех, кто не видел Ребят, посмотрите Это маленькая фотография такая Броговый киноконцертный зал Украины Который вмешает 3750 мест Ни одного места свободного Более того, там было, я знаю, что было Немножко больше народу И обычно, когда мастера выход на сцену Залы пустые Несколько лет назад Это было не так Вообще было незаметно, что все мастера На сцене стоит за 300 человек В этот раз было, по-моему, около 350 мастеров только И не видно, что пустые места Весь зал замок И когда моя дочка говорила Мы приехали раньше Кстати, вот еще одно дело Я хочу попросить москвичей И если здесь Москва сегодня Я знаю, что у них как раз сейчас идет мероприятие За сутки 23 числа В Киеве Состоялась Городская презентация Ребят, я считаю, что перед каждой Большой конференцией Не важно Это региональная конференция Это Большая конференция Всей компании Обязательно Должна быть городская презентация Вот За 23 числа Была городская презентация Мы Лидеры Киева А я хочу отдельно Поблагодарить Лидеров Киева Ниночку Степенко Ее сына Туалют Туалют Болицы Все Кто Организовывал Снимал зал Конечно Зимочка Берегила Мы сняли зал Полторы тысячи человек Практически Весь зал был полом И что мне очень понравилось На полом Ее явно не попасть не могут Новички Но туда в зал Попали новички И где-то Одна трет зала Это были совершенно Новые люди Которые пришли посмотреть А что тут собственно Происходит У меня кстати сразу вопрос А кто в Киеве Уже подписал людей Вот приехал Недельку пораньше Или на два дня Пообщался И подписал людей в Киеве Отметьтесь ребят Коля в Ставрополе Молодец Умничка Отлично Юрочке спасибо Да конечно Ребят Кто еще подписал людей Ну какие вы молодцы Отлично Лидочка Петрова подписала Замечательно Ребят Не все пишут Не все мы написали Я точно знаю что в Киеве На городской презентации Презентации На городской презентации На городской презентации Уже Ольга Алексея Прошел бы коралловый клуб Здесь Мы только зашли в гостиницу Вышли на репетицию И уже огромный дамер На весь Киев Весь Киев Весь Киев Это притягивает Это притягивает И люди ищут На какой концерт попасть Чтобы порадоваться Вы не знаете Куда к этому ехать Чтобы только попасть На Засредоточение Логичных Радостных Людей И тут Ребята Красавцы Красавицы Конечно Слышны Счастливые Улица Меня Всегда Вот Новички Очень вдохновляют Что Люди Подходят Кино-концертному залу Все кидаются Обниматься друг друга Все друг друга знают Но кто-то Новички еще стоят Смотрят Зато Их спонсоры Приходи Познакомьтесь Это мой Новичок Это мой Новичок Это мой Новичок Люди Вводят В организацию Компании Людей Нормальные Знаете Вот какая мысль Это правда Киевляне Какую красоту Привезли Знаете Ребята У меня Возникла мысль Что На самом деле Человек горький город Человек рожден для счастья Как птица Для полета И это Ненормально Когда люди С подозрением С напряженностью С небоверием Смотрят друг на друга Когда Грубость И хамство На каждом Шагу Которое По телевидению Всячески Там Промотируется Это же Жизнь Это такая Речь У кого Какая Кто что выбирает И вот А нормальный Человек Это радостный Открытый Счастливый Человек Ребята Давай Давай Дальше Вот так Выглядел Баннер На весь Кино-концертный Зал И начинали Девочки Бороданщицы Красиво Торжественно Начиналось И дальше Поехали Привет Леонид Августович Лаком Это фотография Красивого Выступления Каверами Бродя Вот фотография Мастера На сцене Золотые Мастера Давай Дальше Вот смотрите Сколько мастеров На сцене Они стоят В 4 ряда Не помещаются Это Мастера Серебряные Мастера Золотые Мастера Нас Много И я счастлива Что в этом году На 60 Практически 57 Человек Нет 59 Многих мастеров Вот На следующем Поехали На 59 Будет больше А плюс еще те Которые успеют За это время Представляете Я же не даром сказала Сома не хватает Наш кавер И очень красивые ведущие Хочу Вот всем 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 Кто Был на форуме Я думаю Все отметили Высочайший Профессионализм Красивая Речь Элегантно Одетая Достойные Влюбленные Доброжелательные Доброжелательные Поддерживающие Друг Друг Друга И весь зал Ведущие Какие красивые Ребят Я так горжусь Нам не нужны Народные Артисты С ними Хорошо Встречаются По другому Поводу Но наши Ведущие Достойнейшие И чувство Ведущих На высоте Это правда И замечательная Первая фара Это Наталья Красинь И Николай Щербина По-украински И по-русски Мы слышим Украинскую речь Раз уж мы на Украине Будем в Чехии Будем слышать Чешскую речь Динамину Немецкую Привыкайте Привыкайте Очень красивые Ведущие Это уже Ведущие Второго дня Анечка И Анечка Сахацкая Сережа Хилбер Посмотрите Какие у нас Ведущие Это же вы точно Такие же Как мы Я хочу сказать Всем новичкам Вот если вы сейчас Сидите И думаете о том Что Вот Люди на сцене Звезды Они точно так же Когда-то В вебинаре В зале сидели Думали Невозможно А кто решил Я очень Хочу быть ведущим На следующем Ведущем 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 Ответьте А кто Хочет быть ведущим На следующем Ведущем Ого Ого Олечка Вейсна Германия Дамдама Идамданкази Лево Оксана Гринова Украина Антон Ай Замечательно Здорово Диночка Деменский И ребята Все кто хочет быть ведущим Никого Вот Совершенно верно Первое Надо учиться Разговаривать И при этом Быть Доброжелательным Радостным Правильная Речь Но главное Чтобы быть ведущим Нужно быть Как минимум Мастером компании Международный Королевый клуб Как остатки повышаются И губы серебряные мастера Будут Пантастической Красоты И Замечательно Причем Знаете Мне очень приятно Что наши ведущие Не просто там читали написанные тексты Они Выражали свои чувства Свои отношения И Хочу выразить Огромную благодарность Наташе и Николаю И Особенно за то Что Наташа Перед моим выступлением Она делала промоушен У нас была очень важная вещь Мы были в разных компаниях Мы многое прошли Очень многие компании Сворачивают с пути Слова красивые А за спиной Разоренные люди Низкое качество продуктов Отношения Какие-то Конкуренция И Недоброжелательные И Самое главное Испорченный рынок Люди Потребители Когда Слышат Название Некоторых компаний Плются И Не только Потому, что продуктов Еще и Отношения Дистрибьюторов Была Некачественная Хищническая И Огромное Сейчас 2-го 3-го Августа Первый Международный Международный Поколение Некс В Риге 2-го 3-го Августа Для этого Кстати Возвратные Ограничения Сняты Но Мне очень Хочется Чтобы Вы поговорили об этом Со своими друзьями В Европе Людям Сложно Представить Знаете Вот когда Говоришь Они даже не представляют Они говорят Да все вы одинаковые Все вы говорите Надо только быть Чтобы понять В чем разница И Еще одно Радостное Новое Для Украины 23-го 24-го Да Нет Август Август 24-го 25-го Август Поколение Некс В Киеве Делайте Сумму Чтобы Если вы Отважны Чтобы Попасть туда Потому что Это очень сильно Впечатляет Меня захватило Какие классные ребята Какие молодые Есть И тем Глубокие Люди Знаете Очень часто Старики Ворчут Говорят Что вот В нашей молодости Было по-другому Люди были лучше Неправда Потрясающая молодежь 26-го Не 26-го 28-го Насколько я знаю 24-го 25-го Пожалуйста Свяжитесь И тут посмотри Официальная Рассылка Есть Зайдите на сайт Компании Компании Ну Да 26-го 28-го Ну Как здорово Ну Да 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 26-го 28-го Ну конечно 24-го Часа Юбилей Андрея Гуриева Нашего Много Золотого Матера Андрея Гуриева Многие мастера Просто поедут к нему Итак Поколение Если вы Уже В возрасте Солидно Я еще Солидно Не считаю Я еще надеюсь Что есть время Погубить Тем не менее Обязательно Пойдите Посмотрите То Мероприятие Которое Вовлекает Молодежь Раскрывает Потенциал молодежи Фантастика И спасибо Сашеньке огромное За то что он Делает И то что он Говорит Надо писать Ребята Это надо записывать Иногда не сразу Понимаешь Я очень рада Вы ступали Это Номинация 4X Мы были у вас В организации Молодых людей До 30 лет Которые Зарабатывают От 1000 До 10 1000 Долларов Не были у вас Таких Я думаю В поколении Микс Таких Уже Гораздо Больше 4X Да Таких Людей Гораздо Больше Мы выступали Четыре Человека Совершенно Уже 25 лет Ребята 25 лет Можно быть Мастером Когда она станет Золотой До 30 Когда она станет Звездной До 35 Ребята Это Это фантастика Это по настоящему Богатые люди Сегодня была передача С Леонидом Вернальником И очень многие Знаменитые люди Делали о том что он Настоящий друг Что он всегда первым является В случае Только заболений Да Какие-то испытания Он настоящий друг И вместе с тем Он и бизнесмен Он говорит Знаете Большие деньги Это раньше Нас учили ненавидеть А сегодня Большие деньги получают Только профессионалы Только те Кто сделали Что-то по-настоящему ценное Это надо уважать Это надо любить И этим надо гордиться Стать достойным Высокой оценки Финансовой в том числе Глядя Всем кто выступал Спасибо огромное На меня произвело Большое впечатление Посмотрите Эта Поколененность На сцене Посмотрите Сцены Не хватает Очень красиво Оформление сцен Конференция Которая называлась Горящее сердце Так оно и есть Только люди с горячим сердцем Могут пройти Сквозь любые испытания И нести ценности Вне зависимости От того Поделивают И кто Нет У меня вопрос Кто решил Что обязательно посетит Одну из Одну из мероприятий Ребят Покажите Кто решил Что он едет Кто решил Ну бардан Я не сомневалась Что ты пьяка Просто не сомневалась Антошенька Сколько людей повезешь Сколько ребят повезешь Я хочу Чтобы вы каждый раз думали Знаете Это до некоторой степени Эгоизм Такой Ну я поеду Я поеду Для меня Ребят Сразу учитесь думать С кем я еще поеду Кого я еще приглашу Кого я покажу этот шанс Кого я познакомлю Не обязательно Не все Они сразу отреагируют Это и все Это и все Ребят Ни одному Поехали Это шанс Не всегда нас слышат Совершенно верно И вы в первый день награждали бриллиантов Из бриллиантовых Плюс Вот Ребят Из Владивостока Румынии Польши Праги Латвии Литве Эстонии Ребята Если из Владивостока Нужно поехать Просто заранее Я почему сейчас Обращаю ваше внимание Потому что там нужна виза Лебра виза И более что сейчас Меняются некоторые Более доступны Виза То интересуйтесь То интересуйтесь Пожалуйста Поздравляю еще раз Всех бриллиантов И бриллиантовых Плюс Я когда они выходили На сцену Ну столько радости Такие светящие Все Такие красивые Знаете Когда трудился И преодолевал препятствия Победа сладкая Когда тебе ее подарили Тебе даже как-то стыдно Славкая Победа Классные ребята А я смотрел И сидел в зале И думал Вот мистера идут Вот мистера идут И что такое бриллиантов Мастер Полгода Три месяца Это совсем не долго Особенно если Их команда Были вместе с ним В первый же день Знаете я очень горжусь Компании Которая Продвигает Продвигают Продвигают Для здоровья Не побоялась Не побоялась Сказать О тех Кто ушли Из жизни Для них Это было очень тяжело Показывали одну из фотографий Крикат мастеров Мы тогда только назывались Крикатом мастеров И на ней Саша Бачинский Руслан Абрамову Крикатикова Но Дорогой Получка Дущим У меня это личная потеря Знаете Это как члены семьи Мы ведь столько лет Прошли вместе И И ошибались вместе И побеждали вместе И поддерживали друг друга И радовались друг за друга Компания не побоялась И вот стоял на сцене Пул Они пели Это все что стремится Просто у меня И я думал что И потом было сложнее Это петь Они в идеале Это было Воссоздал этот код Да Это было Воссоздал там личку Там памятную доску Своему учителю По-настоящему Благодарный человек Он собственно этим не размахивал Никто особо не знал Он просто это делал от чистого сердца Да Ну вот как Что же должны были чувствовать Ребята посмотрите на петь Они смотрели В полный зал Это все Что останется После меня Сотни Тысячи Людей Которым Вы даете сегодня Шанс в дорогу Это то что останется Останется Особенно если Они не испугаются По дороге И дадут шанс Другим людям Вот это Останется Память Останется Благодарность Останется Я знаю Я знаю Что это рискованный шаг И многие говорили Как бы не надо Превращать Прервать Событие Такой Трагической Ноты Ну знаете Для меня Оскорбление Отряд не заметил Потери бойца Это Любые люди И еще два человека Тоже Мастера И жена Болодя Залебецкого Ушли в жизнь Ребят Жизнь Это жизнь И это просто напоминание Того что надо Успеть много Не откладывать И на завтра Иногда Случайности Трагедии И не случайности Трагедии Бывают Надо успеть сегодня Да Совершенно верно Это гордость За то что Компания ценит Помнит И честно Говорит о том что Ну да У нас нет панацеи У нас нет таблетки Объяснятия Но мы любим и помним И благодарны тем Кто прошли с нами Столько лет И Необыкновенное Событие Сразу после Перерыва Толинка Знаете Вот это просто потрясение Знаете какие красивейшие Ведущие Но конечно Это одно Кто Знаете Маташа Тут Вся Светилась Каждый Почувствовал Добрание И Мастеров И Начало Второй половине Это рождение ребенка Рождение Дочки в этот момент приходит в жизнь ребенок а ведь не с утра получилось как можно знали вот прямо сразу во время обидно пережила позвони мне а Леша вынесла на сцену это очень добрый знак жизнь продолжается а еще это благословение потому что когда мы желаем любви здоровья и счастья мы сами становимся лучше именинники в этот раз мы поздравляем именинники очень много я хотела сказать очень большая радость и огромное поздравление вот у нас не все эти фотографии есть два человека из Румунии многое мастера я так горжусь Диночка я опять поздравляю студентского наставника Володю Ильинину поздравляю Сашу Пактолина я знала как нелегко складывается путь в Румунию не все складывалось легко сразу сразу нашлись верные нормальные люди представители компании зато сегодня повезло Румунию редкостно я очень нежно отношусь к руководителю офиса в Румунии Эдуарду это человек с сердцем горящим сердцем горящим горящим и влюбленным сердцем Карла Володю Ильиния который поддерживает всех и я благодаря в Румунии слушала выступления Дима профессионально грамотно замечательно и поздравляю Димочку и есть еще одна очень большая радость у нас появится в Румунии Иль Нелто Аду новый мастер самый веселый который танцевал уходя со сцены счастлив и необыкновенно я знаю что сейчас он в дороге и не присутствует я хочу чтобы ребята из Румунии передали мои поздравления я видела его первое выступление на прошлые годы конференции это человек который прошел не одну кампанию у которого школа американская очень целеустремленная невозможно он не совсем ожидал того что он увидел потому что обычно на разных контральных тренинге давай давай деньги а здесь столько любви столько признаний он бы несколько даже растерян он ожидал что сейчас будут учить как зарабатывать деньги знаете ребята вы идёшь по жизни судьбы когда делаешь абсолютно истинно то что на что ты веришь деньги будут обязательно особенно когда заботишься о своих дистрибентах о своих людях и я знаю что я очень счастлива это наш румынский мастера он был очень радостный я думаю что именно холм показал что ему в чем различие между преуспевающими компаниями что такое королевик наша особенность потому что только с открытым сердцем только с любовью можно по-настоящему изменить заработать можно по-другому а вот изменить только так это не только слова так чувствуем всем очень рада и поздравляю Олечку Мейснер Германию первые мастера в Германии ребята а ведь далеко а ведь в Германии еще все только как бы времени уже несколько лет не первый год а в Германии вот только-только начались и такие фантастические успехи в Германии Олечка я предоставлю тебе слово сегодня обязательно поздравления в мастеру смотрите какие радостные поляки перекручивай радостные лица ребята из разных стран хочу отметить сколько девочек мальчики вы где очень надеюсь что появится все больше и больше чем будет еще об одном мастере хочу сказать хочу лично поздравить Вилочку Дубика у Володи фантастическая история он приехал в Чехию не зная языка не зная ничего пошел работать на завод у него сегодня четверо детей он пришел в коралловый клуб ради своих детей ради здоровья своих детей и очень много учился очень упорно работал у него групповые обороты вот практически во всей структуре по 1000-1200 Ромочка поздравляю тебя мой дорогой я счастлива за тебя и одно единственное слово уже сказала лично назад подожди подожди назад а сказал я скажу сейчас всем вам лога не вывезет людей на мероприятие и даже в Чехии на замок не повез потому что чехи говорят на чешском у него вся структура говорит на чешском языке а ребята в Чехии организуют на русском языке и говорят никогда не лишайте людей праздника потом у нас в Тунисе приехала ну была большой директорство форум Толик Борисов Далочка Шелик организовывали и другие мастера тоже я в том числе и приехали ребята из Монголии 8 человек говорили по-русски один человек нормально понимал второй через раз они не много не выходили из зала они пили воду они пили эту энергию они заряжались ребят не лишайте не считайте деньги в карманах не бойтесь что они не помогут потому что нам при этом тем более что я говорила с Димой руководителем отдела вот организации различных мероприятий там журналы видео и так далее и так далее он сказал что мы готовы что мы готовы предоставить были древочкам и чехам и ребятам из Германии из разных стран ребята перестаньте беспокоиться сегодня подумайте какую команду вы привезете и заранее оговаривайте возможность переводчика компания сделает это для вас обязательно ребят я просто очень хочу никогда не лишать людей праздника разве можно не пересказать то что было и мои личные поздравления я думаю что вы все класс фантастические ребята золотые мастера это фантастика это скорость необыкновенная потому что в прошлом году было в три раза меньше вот посмотрите какое потрясающее выступление полетели дальше посмотрите и знаете вот это такой пример для нас всех они вышли с флагом Польши они гордятся тем что они в Польше что это параллельный клуб Польши у них гордость за свою страну что нам мешает быть флагами Украины России что нам мешает быть флагами своего города в конце концов ребята знаете чувство собственного достоинства его не впихнешь насильно эта культура она есть я просто благодарна польской команде за то что они такие дружные что их так много что они такие красивые вышли с цветами вышли с флагами как потрясающая кто лучше пела каким сердцем разговаривали и золотые мастера и все кто были с ними ребята это фантастика команда Польши браво вы молодцы ребята вы пример для всех национальные костюмы вы пример для всех понимаете гордиться собой гордиться достижениями гордиться компанией в которой вы есть истинная благодарность и радость ребята фантастика знаете вот как нужно экономически учить человека рассказывая где сколько процентов и где кто где когда как заработать а достаточно быть на каждом форуме увидеть что в одиннадцатом году только официальный представитель в двенадцатом команды и уже были первые мастера из Польши и из Чиньки и Леночка была на то время да и в этом году было сколько мастеров было сколько мастеров и команда больше уже золотые мастера и вот сколько у них мастеров и какая дружная команда ребята я точно знаю что многие влюбились именно потому что увидели дружную команду а кто хочет дружную команду кто из вас хочет дружную команду ребятки я просто благодарна знаете будущее нам трудно увидеть вот ребята из Польши показали картин что такое дружная команда что такое дружная команда полная радости полная гордость не важно что вы в стасусе директора вы только начинаются сегодня мечтаете чтобы думать о том как выйдите со всей командой как вы придавите слова людям как ли будете гордиться своими людьми как вы поймите на пору как вы будете отличаться как вы выделите своим городом, своей страной, как вы добавите красок в этот общий праздник, а не просто приехали посмотреть свидетелей. Спасибо коллеге, спасибо ребята, спасибо Танюша, спасибо Анжеле, спасибо всем. Фантастическое выступление золотых мастеров Анжелики и Олега. Боже, хочу быстро сказать. Моисинька, ребята из Барнауэла, которые рассказывали, как работали в другом регионе, поехали в Казахстан. Моисиньки замечательные, такие искренние, Олег просто, я знаю, заставил плакать половину зала, если не все. Потому что человек говорит, сердцем жизнь пройденная, нелепкая, что-то у меня там с изображением, ненаслышно, ребят. Колоссальный рост, и я счастлива, за ребят очень, очень сильно. Ну, просто вот скалочные золотые мастера. А, мы опять поехали сначала смотреть, какой красивый форум. Ребят, рады, что... А, тут Толик у нас руководит процессом. Андрей Буреев. Я думаю, что вы все слышали выступление. Андрей Буреев, это действительно тот человек, который организовал Академию здоровья. То, что она у нас сегодня есть, это огромная послуга Андрюша. И, ну, что сказать, красивый мужчина, умный человек, всем сердцем дающий, очень много делавший. Мы, конечно, были раньше золотым мастером, если бы не давал столько сил на организацию помощи всем нам с вами. Потому что Академия здоровья, я точно знаю, что для очень многих людей, она совершенно по-другому уровень, восприятие. И пусть сделала мне, пожалуйста, больше разрешения. Нет, нет, читать. Поздравляю, Андрюшеньку. Еще раз напоминаю, что 20-летний, это 25-е мероприятие в Миржнем Новгороде. И те, кто решается поехать и его поздравить, вот, это август. Следующий слайд. Толенька. Ну, Ольга Алексеевна Бутаковна, это без комментариев. Я думаю, что у Толи есть в Миржнем Новгороде. Ольга Алексеевна настолько образованная, настолько грамотный человек. И то, что она, золотой мастер, это абсолютно достоинно. И это соответствует, может быть, даже и по статусу выше. Потому что, что она для компании, для всех нас с вами. И еще одна очень замечательная вещь. Смотрите, фильм «Живая вода», «Тайна живой воды». Ольга Алексеевна Бутаковна на участии. А вот «Осторожно, еда». Этот фильм был снят по инициативе Ольги Алексеевна Бутаковна. То есть, привлеченный в секции ученых, специалистов. И, конечно, ее фантастическое выступление. Еще раз поздравляю, Ольга Алексеевна. Толенька, поехали дальше. Батюшка Целинская поздравляет всему сердцу. Вот, смотрите, они все очень разные. Какие энергичные. Желобая семейка. И такая нежная, Валима Целинская. Такой взвешенный, серьезный. Буша были, да. И вот такой вот широкий... Он же, да. Все разные. В зависимости от того, какие вы. Если вы с сердцем, с желанием, с трудолюбием, с упростом, сфокусировавшись на цели двигателя, то есть, придет, ребят, в компании нужно быть. Компанической красоты. И красоты, и смысла, и отношения. Балочка замечательная. Кому-то, который идет просто в аудиторию. И, ну, история Сары Алпановой. Я думаю, ребят... Да. Вот все, как и говоря. Балочка, ангел. А Сара Алпанова для меня это фантастический человек, потому что, когда все испытания в жизни, поднять на ноги практически всю семью, не всегда позитивно, не всегда радостно, не всегда говорит сердце. Ребят, смотрите, какие люди. Такие люди. И обратите внимание, золотыми быстрами они стали ни за месяц, ни за год, ни за два года. Это путь проведенный. Это же не просто самому встать. Это помочь другим подняться. Это занимает время. Но какие же достойные люди. Вот я думаю, что уже то, что вы были, видели, знакомые, слышали, у вас будет такая возможность с ними общаться еще и в дуанах встать. Ой, чуть не забыли. Видишь? Вот, к нам опять. Подожди, подожди. Десятого вебинара. Стойкой Алексеевны Бутахорова. Позвоните всем своим друзьям и знакомым. Комната у нас небольшая, у нас всего 500 компьютеров, поэтому приходите в обмен, приходите заранее, может, на всех не хватит. Пожалуйста, ребята. Десятого вебинара. Стойкой Алексеевны Бутахорова. Обязательно успеете. Обязательно пригласите своих знакомых, потребителей, людей, которые не подписаны. Потому что мы договорились по концепции здоровья и том пути, который выбрал Коралловый Кур. Кстати, Викуля, как это называется? Вот, приходит письменный отзыв. Замечательно. Я вообще хочу выложить все на сайте, открыть страники. Я не знаю, как это делается. Мои ребята не помогут. Я хочу выложить все ваши отзывы на сайте. Ребята, пишите друг к другу. Это очень важно. Так, договорились. Мое выступление. Я думаю, что самое главное, в принципе, я договорила, это три вещи. Первое, это вот, только потому, что я бываю на всех событиях, это очень заметно. Знаете, те, кто приехали в первый раз, для них картинно сумасшедшие. Люди замечательные, отношения прекрасные, все здорово. Но когда ты с годом вот чувствуешь, знаете, вот, как набирает скорость, как растет масштаб. Вот это неотвратимый от поступка Кораллового Кур. Я думаю, ребята, это правда. Колоссальная гордость. Колоссальная гордость за компанию, за то, что я когда-то не ошиблась, не отказалась. Мне ведь предлагали и другие компании, предлагали там 3 тысячи дистилитров Украины под моего коллега одной из компаний. Я отказалась, мне сказали, ты ненормальный, ты считать не умеешь. У вас тут только-только, а вот никакие. Сегодня у этой компании нет, а Коралловый Кур есть. Коралловый Кур шагает по планете, у нее колоссальная гордость. Ребята, знаете, я точно знаю, что вы все замечательные люди, и вам не все равно, чем заниматься. Мне очень не хочется заниматься чем-то, за что будешь как-то стесняться. Вот я хочу, чтобы этот форум у вас такое чувство гордости, чтобы, ну, не знаю, на автомобильном рынке, это, наверное, концерн Мерседес, или концерн Тойота с Лексусами, или все на объединенном месте экзактные. Вот это Коралловый Кур в сетевом мире. Знаете, есть и смоются, когда работают в Мерседесе. Есть и смоются, когда работают в Тойоте. Гордятся. У нас есть чем гордиться фантастической компанией. И Рейсерус. Просто мало народа в Рейсерусе и всякие люди. А вот Тойоте. Мерседесе, одни страны, две, 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 две. Семьем, правым рулем. А, и, то есть, в фильме, который я делаю, я отвечу на ваш вопрос, я его озвучу, я его вывожу в сеть. Те, кто были на событиях, их это касается под настоящим. Мы не видели своих. Те, кто не были, ребят, смотрите на это и понимайте. Это картина будущего для вас. Для очень многих людей в Коралловом Клубе это картина настоящего. Это картина настоящего для серебряных мастеров, для золотых, для платья, для кустов. Это картина настоящего. И это не важно, мне это одна или чейка другой. Я точно знаю, что дома сегодня стоят. Многие, многие мастера там планили. Потому что они заработали. Сначала долги поддавали, потом с ним обеспечили элементарные возможности. Квартиры, младились. Это пирамиды масла, необходимы. И машины себе купили. Кто-то, кстати, купил машину раньше, чем квартиру. Потому что нужен транспорт. Машина рассматривается как инструмент. И на сегодняшний день, просто Коралловом Клубе 15 лет в следующем году. Это картина настоящего. Очень многие люди так живут сегодня в Коралловом Клубе. И ездят на события, и с компанией, и самостоятельно. И семьи приходят. Облетать на ногу. С таким чувством я смотрела, когда Илечка выступала, девочка 25 лет. Мама ее. Вот до такого счастья, даже родители, я знаю, что абсолютно все родители, сидящие в зале, занимающие активную позицию в Коралловом Клубе, просто я видела эти свойства. Очень хотела, чтобы их дети пришли, встали рядом. Чтобы их дети разделяли, делают им жизнь. Тем более, что это очень достойное дело. Ребят, я очень хочу, чтобы вы перестали откладывать на потом. Перестали зарабатывать на мелкие деньги, откладывать большую жизнь на потом. Время не может не платить. Клакать хорошо. Больше, что мы будем делать дальше. Следующее. Все, мы можем, что-то помним. Ансамбль Вирского. Вот это Динаида Сергеевна у нас рыбала. Знаете почему? Она говорит, Марина, ты представляешь, что это стоит пригласить ансамбль Вирского? Это ансамбль величина мира. Для того, чтобы создать такой проект для нас всех. Разные народности Украины. Украина, это же тоже одна народность. Представленная в этих танцах. Фантастический. Ребята, мы богатые, мы красивые, мы щедрые. И все, чтобы праздник был для нас в высоком уровне энергии. И с какой угодом все это будет сделано. Поехали дальше. Все, 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 заканчиваем. И, конечно, фантастическое это выступление Альберта Зера. Смотрите, какой человек. Я считаю, у меня есть книга Альберта Зера на английском языке. Она подарила мне в 99-м году «Ступени здоровья». Ну и там он писал, когда еще, когда все не кончили, я не знал, не говорили о том, что «Стальюрованная зубная паста» это путь в разрушение крови, печени. Мы очень многие такие вещи говорили. Я и та работа, которую он сделал для нас с вами. Я очень говорю, что это у нас есть. Что такие люди в компании. Поздравляю всех, кто видел Альберта Зера. Ну, это финал. Поздравляю на наших идущих. Ну, не хватило широты камеры, чтобы у него был бог. Да? Ну, дальше. Дальше, дальше, все заканчиваем. Я хочу сказать, что я даю слово. Смотрите, какие яйца. Как люди с улыбшими. Посмотрите. В зале очень много молодых людей. Я счастлива, что много молодых и много парней. Спасибо, Дима. Спасибо. И вот это личные встречи, когда можно подойти, не просто сфотографироваться и задать вопрос. Ребята, вот быть на событии, это сделать подарок себе. Это познакомиться лично. Олечка Майсна, вон какая чудная фотография. И пока Оля будет переключаться, я покажу. Да, ну вот ребята, наши соки. Я каждое утро начинаю, знаете, что обратил внимание? Три рюмочки выпьешь. Ну, как-то так у меня сложилось, что мне очень нравится. Асай, биджи и мангусен. Самые три любимые соки. А кушку хочется. Даже сока, кушку хочется. Вот ты мне елся. Знаете, как ты стала случшить свое тело? Ты мне елся. Это действительно очень здорово. Новые упаковки. Компания не стоит на месте никогда. Все время что-то новое. Поехали дальше. Ну и... Президентский прием. Всех девочек одели в украинские веночки. Про президентский прием. Рассказывать не буду. Про президентский прием надо попасть. Ну, вот и тогда я увидела себя. И с Алексеем, и с вами, и со всей командой Западной Украины. Ребятки, вы красивые, вы молодцы, вы дружные. Хочу передать слово. Хочу передать слово. Ульчика Мастер, ты готова? Наша команда, моя любимая команда, да. Ребятки, надо быть. Надо быть. Надо быть, надо ездить, надо присутствовать, надо заряжаться, надо отдавать энергию, получать энергию, ребята. Так, так, фантастико. Эй, Майкл, ты готова? Все, я включаюсь. А это фотография в армии подготовки и емочек, а вот эта фотография в емочке, и я на научнике. Поехали. Привет всем. Меня видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно и видно. Здорово. Как видите, я до сих пор, вот сколько сидела и слушала, вот как приехала с президентского приема, так и не снимаю энергию ночи. Вот, до сих пор под впечатлением этого просто вошедного события. Очень красиво, правда? Я как приехала, так все, каждый день любуюсь фотографиями, и вновь и вновь вспоминаю. Вот, действительно, как будто в сказке побывал. Хочу сказать, что на такой позитивной волне все прошло от начала самого прибытия в Киев и вот моего отлета домой. То есть, вот каждое мгновение, каждый момент был насыщен просто какими-то яркими красками. И для себя я просто приняла решение такое, что никаких отговоров больше, ни прямой, абсолютно, потому что на форуме надо быть. Это то событие, которое вообще нельзя пропускать. Мы не имеем права, вот действительно, как Марина сказала, лишать себя и людей такого праздника. Нельзя передать абсолютно вот те ощущения, сполна те эмоции, которые ты испытываешь, которые ты получаешь на таком событии. Вот. Пишут, что видео зависло у всех или идет нормально? Отлично. Немножечко, действительно, да, я тебе шпаргалочку сделала. Хочется многое рассказать, но Марина уже все рассказала. И я передам вот какие-то свои ощущения, которые вот именно я испытала. Хочется сказать, конечно, о погоде. Просто замечательная погода была в Киеве, такая солнечная, было не так жарко. То есть прогулки по Хрещатику, по Киеву. Вообще я в Киеве 5 раз за все время. В последний раз я была в прошлом году в январе. Это была зима, и, конечно, прогуляться не было возможности. А здесь во всей красе летом эта прогулка и с коллегами, со спонсорами, друзьями, коралловскими, это, конечно, это тоже форум. Вот это вот, я тоже вкладываю в форум. Это не только два дня этого конкретного события. Для меня это все. Прилеты и до отлета. Это все для меня это событие, форум. Да, действительно, мы уже знаем, что какое бы мероприятие, в какой бы стране ни было, нас всегда ждет очень хорошая погода. Само размещение очень понравилось. Я размещалась в туристе, вот с Римой Бойкин, из Гамбурга. И, действительно, там была большая структура, много людей было из других структур. И, конечно, я была очень рада видеть своих земляков из Казахстана. Для меня это просто, действительно, только радость было их встретить. И, вы знаете, мы забирались вместе до форума, обратно тоже. И вот, когда я с казахстанцами общалась, я задавала им вопросы. Ребята, сколько вы потратили, сколько вам обошлось, сколько вы добирали, сколько вам по деньгам обошлось. Ну, так вот, чтобы даже своим ребятам для сравнения передать. И они мне называли суммы и время, которые по четверо суток они добирались, какими-то перекладными путями, на поездах. В общем, и ответ был прост. Мы сюда пришли за большими деньгами. А большие деньги требуют больших вложений. Ребята, германцы, это к вам. У нас перелет на самолете стоит 200 евро максимум. И 2,5 часа лету не надо никаких видов, но просто, вот, действительно, в следующий раз никаких не принимается. Я, на самом деле, очень сильно жалела, действительно, так, что нас так мало в этот раз было. Но вот по каким-то причинам что-то такое в основная команда у нас не попала, потому что с позором похватились, мест уже не было. И я хочу сказать спасибо моему спонсору Андрею Колесниченко, который обо мне позаботился. У нас как раз мероприятия тут проходили, который за ним не забронировал место в первых рядах. И, наверное, поэтому я, собственно, могла ощутить вот эту энергию сцены и энергию зала. И помню в прошлом году в Москве, когда было открытие, торжественное открытие, когда был закрыт занавес, и занавес открылся, и на сцене стояли все мастера компании. И настолько это было красиво, настолько торжественно. Я тогда еще встала все бриллиантовые директоры, сидела в зале, и мне так хотелось на сцену, мне так гордилась за ребят, которых очень хорошо знают, за Олю Григорьеву, за то, что вот выглядывая ее на сцене, на спонсора своему Андрею Колесниченко, столько гордости, вообще за всех мастеров. Но это когда кого-то ближе знаешь, и хорошо знаком, как-то вот чувство, да, они по-другому. Вот, и мне очень хотелось, и я действительно, вот тогда приняла решение, что в следующую пору я буду стоять на сцене, на открытии вместе с другими мастерами. Ребята, это вообще другие ощущения. Когда мы стояли на, был закрытый занавес, мы стояли на сцене, у нас было много, вот эта энергетика лидерская, ее надо прочувствовать, надо к этому стремиться, это вообще, это не передать словами. И когда открывается занавес, и столько народу, это вот картинка до сих пор у меня, и такой свет, и такие люди позитивные, и такая сцена просто сказочная. Такое можно только по телевизору видеть на самых шикарных, классных концертах вообще. И стоишь, и вот это торжественно, когда все на сцене, когда по-моему вызывают золотых мастеров, и хочется, чтобы тебя тоже так называли. Вот, что есть к чему стремиться, чтобы выходила, ты уже как минимум в статусе золотого мастера. То есть вот эти все какие-то продуманные, казалось бы, ну, можно сказать, моменты, да, и которые действительно мотивируют, и ты хочешь просто это делать, так, как это делают уже другие. Видишь, живой пример, вот они ходят, вот они смогли, и такие жилья, какие они красивые, и есть к чему стремиться, есть к чему заражаться, есть к чему брать пример. Выступление, вы знаете, я хочу сказать, что вообще этот форум для меня прошел действительно на одном дыхании, мне даже зимнуть было некогда. Вы знаете, когда какие-то были перерывы, когда там в туалет сходил, и там когда люди встречаются, о, там вы в Германии, надо вот, я хотела с вами поговорить, а мы, мне захотелось быстрее в зал, и боялась я, что что-то могу упустить важное. И, ребята, ребята, я на форум, там очень, там здорово, я туда, а потом все остальное. Вот, и действительно, это, ну, очень многое можно говорить, но не передать словами, там надо быть и все. Нельзя пропускать эти события. И не потому, что я вот сейчас под таким впечатлением, когда вы говорите, да, я знаю, что это все настолько про не было, настолько ты вдохновляешься, вдохновляешься, вдохновение и так есть. Я уже и так верю и расту, и результаты, и структура растет. Но когда ты видишь вот эту всю мощь, и действительно, все больше и больше тебя это вот все мотивирует на какие-то такие действительно поступки, более высокие, и хочется двигаться дальше. Но еще больше хочется, чтобы на этой сцене стояли и награждались, получали награждение ребята, конечно же, из нашей структуры. Польша – это тот пример, который просто не передать словами. Я смотрела на них и видела нашу структуру, видела, как мы выходим с флагами в наших национальных костюмах в Германии. В Германии шикарные, просто красивые, на каждой земле есть. Вот я живу в Баварии, у нас отдельные костюмы, в Баденбургенберге, другие костюмы, я знаю, какие красивые. Это ведь можно показать, это надо показывать, и это будет как, это как мы будем красиво смотреться. Я уже просто нарисовала за себе картинку, и все, сказала, следующий форум наш. Ребята, слышите меня? Что касается, да, вот хочется много рассказать, и Марина уже много все рассказала. Опять же, не буду проходить, потому что каждое выступление золотых мастеров, и плакая, сколько были такие выступления, что просто пронизывали, столько сопереживаний, и смеялись мне, ребята с поприцающим чувство юмора. Все это, ведущие такие были. Действительно, я мечтаю о том, чтобы тоже быть ведущей. Я сейчас давно об этом мечтаю, вот я была в другой компании, и там мои мечты не осуществлялись, а я знаю, что в Каравном клубе уже много моих мечт осуществилось, и это так происходит, то есть это 100% в Каравном клубе, не просто лидеры говорят, что мечты осуществляются, они действительно осуществляются, и я это точно знаю, уже очень много так и произошло, поэтому это тоже моя мечта, и я уверена, что у нас будет. И хочу сказать, что когда я начала говорить о том, что когда мы стояли на сцене, был закрыт занавес, и когда мы на закрытие, тоже все мастера были приглашены на закрытие, и вы знаете, когда вот эти вот шары, столько много тысяч шаров разноцветных на закрытие поступались в зал, со сцены это смотрелось просто сказочно. Это надо стоять на сцене, чтобы это все оценить и видеть. И когда занавес закрылся, наверное, вам интересно знать, что происходило. Вы знаете, мы стали обниматься просто, и с таким сожалению, и все, а так хочется еще, так хочется, чтобы праздник продолжался, так вот действительно хочется еще хотя бы одного дня, такого чуда. И действительно со слезами на глазах мы расставались. Ну, потом уже мы увиделись с некоторыми мастерами на президентском приеме. Это отдельная история, это отдельная сказка, о нем не рассказать просто. На этом событии я себя вообще королевой чувствую. И, вы знаете, я желаю вам, ребят, быть на таких событиях, это даже не обсуждается. не только быть, но и получать признание. Для меня в Караван-клубе сплошные подарки. Это столько сюрпризов, столько приятных сюрпризов. Вот взять даже, допустим, подарки всем участникам. Вот сколько событий у меня было, совсем немного, Караван-клубе, это всегда подарки, шикарные подарки от компании, в прямом смысле слова. Стоимость, если взять стоимость, да, вот она такая, можно сказать, чисто символическая, то сколько мы получаем подарков от компании, превышает вообще стоимость участия в семинах. А какие концерты, а какое оформление, и ты понимаешь, что мне просто не с чем сравнить, а в другой компании, мы ручки не подарили, там действительно, а здесь только целый пакет продуктов, и журнал, и шейкер шикарный просто. И еще мне что порадовало, что действительно компания признавала новых мастеров за год с прошедшего форума. И так получилось, что мое признание мастера было в Черногории, и в этот раз на форуме я еще раз испытала вот это вот счастье, потому что признание – это супер вообще. Вот у меня мой сертификат мастера, смотрите, какая прелесть. Вот, это теперь будет гордостью красоваться на самой почетной стене в нашей квартире. Вот, я желаю всем испытаниям не пропускать такие события, потому что только на событиях происходит все. Вот, и без этого никак. В общем, ребят, спасибо большое за внимание. Желаю вам успехов, достижения статусов, как я всегда говорю, неиссякаемого потока лидеров, дистрибьюторов, осознанных потребителей в вашу структуру, получать признание, роста, счастья, всего самого-самого-самого, наилучшего. До скорых встреч, спасибо за внимание. Я готова. Ребят, пока Лена, вот не вижу ее пока что, хочу сказать следующее. Самое главное, это не расплескать, не растерять. Я знаю, что во многих организациях прошли мероприятия по планированию дальнейших событий. В Одессе мы буквально на каждой неделе у нас есть события. Ребята взяли на себя обязательства. Некоторые новички обещают стать мастерами за год. Дай бог, я надеюсь, но это не так просто. Очень часто новичок, у человека опыта нет, еще никого не подписал, но очень хочет. Я поддерживаю ваше желание. Вцепитесь в своих наставников, сядьте, распланируйте. Ежедневно. О, появилось? Вопрос номер один. Кто из вас написал себе первую цель, кем я буду на планировании 2014 года на 15-летие компании? Кто написал? Напишите, пожалуйста. Молодцы. Оночки. Замечательно. Отлично. Но мало написать, я хочу быть мастером. Ближайшее событие, все помнят, Черногория. Золотые для золотых. Сейчас идет регистрация. Бегом регистрироваться. Просто бегом. Ребят, потому что вот мне, ребята, написали тут такое замечательное письмо. Я буду его сегодня почитать, но я просто выложу ваши отзывы. Спасибо всем, кто написал. Ребята, мне писали, мы сидели на балконе в центральном секторе и логотип, вот, горящие сердца, закрывал экран. Нам было не очень удобно. Да, я передам это мнение в компанию, конечно, будем учитывать и это, но, ребята, хотите видеть, слышать, все нормально, воспринимать, регистрироваться сегодня, сейчас, заранее. Ребята, мы сейчас не обсуждаем, что можно было исправить. Это учтется в будущем, но вам надо, вам надо успеть заранее. Итак, то и так, ведь что такое год? Золотые для золотых в Чернобыле, золотые для золотых в Турции или в той стране, которая будет, то есть осенние-весенние. Подумайте, с кем вы будете на этих событиях? Что вы будете делать каждый день? Я очень горжусь. Я сегодня вам задала вопрос обычный. Какой товарооборот на сегодня? Я точно знаю, что мы вернулись в Одессу и за первое число, за вчера, товарооборот, который обычно делает структура Одессы где-то за первую неделю, за один день. Вот это показатель, что ребята не просто слово сказали, а начали активно действовать. Ребята, я очень хочу, чтобы вы к этому серьезно отнеслись. Есть же только ежедневные встречи, только там встреч, они будут вам свою красивую мечту осуществить. И поэтому, у кого есть план работы на этот месяц, на следующий, на первые три месяца, у кого есть, в поле, и на первые три месяца, промежуточные статусы, кто уже это написал и начал действовать прямо сегодня, прямо сейчас? Ребят, молодцы. Ребят, вот это по-серьезному. Только действовать. Вы должны света. Вы, знаете, на ваши улыбки, на ваши чувства гордости, на ваши чувства радости люди придут. И как же жаль, что те, кто не были на форуме, вот тут, эту энергию, ее где взять? Можно послушать, можно захотеть. Но вот эту всю энергию, наполненность, это только на событиях. Пожалуйста, ребята, я рада, что вы написали плану. Кто этого не сделает, сегодня же, садитесь, пишите мечты, цели, планы, завтра, вцепите своего наставника и распишите себе по дням, по часам, время быстро тикает, мы же вам в другое время. И я отключаюсь и передаю слово Леночке Моториной, Чехия. Лена, тебе слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и переданы в компанию. Это первое. Второе. Следующий вторник. Завтра у нас выходной. Лично у меня, в таком случае. Следующий вторник. Оля Анастин будет рассказывать о своей команде, о том, как работать в другой стране, с чего начинать, о результатах. В общем, а кто хочет быть в Германии? У кого есть друзья, знакомые, или нет друзей, но вы хотите быть в Германии? Покажитесь. Ребята, кто хочет работать в Германии? Так, да, да, красивейшая страна. Красивейшая. Ребята, не откладывайте на потом, и вот для вас особенно важно вебинар, который будет проводить Оля Майснер. Ребята, на знание языка не имеет причина развиваться. Находите людей русскоговорящих, которые будут вас переводить. Находите людей, которые здесь переведут, там переведут, учите языки. У нас международная компания, можно знать, как милые английские, ну а также язык той страны, хотите работать. И напоминаем, что 9-го Оля будет, 10-го Ольга Алексеевна будет, о которой я вас всех приглашаю. И, ребята, самое главное, на этом форме никто не говорил ничего про деньги. Деньги – это энергия, которая позволяет совершать великие и добрые дела. и если вы хотите совершать эти дела, если вы начинаете сегодня, не откладывайте на завтра темп встреч. Две вещи, которые вы должны сфокусироваться. Ежедневный темп встреч. планер Абду, в Румынии выступая, сказал, я посчитал, что если 10 дней, то 10 встреч в день, то можно стать мастером за полгода. это план А, есть план Б, если проводить 5 встреч в день, то можно стать мастером за год. И есть план С, если проводить 2 встреч, чего каждый день можно стать мастером за 2 года. Ребят, какой план А, Б, Ц вы выберете, решать только вам. Но я точно знаю, что такое счастье, как быть с командой не одному, а с командой на форуме, а также быть с командой на золотые для золотых, все теперь только в ваших руках. Только в ваших. Я вам желаю огромного успеха, ежедневного, страстного труда встречаться, встречаться, не фокусироваться на тех, кто сказал нет, это не имеет значения, их должно быть много. Фокусироваться на тех, кто сказал да и развивать их. Ребята, я вам желаю колоссального успеха, жду ваших отзывов. Давайте сделаем подарки нашим президентам. Я вас не знаю, я вами очень горжусь, я желаю колоссального успеха каждому, кто решил, что он герой, каждому, кто решил, что и я, он у нас внутри, встанет по утрю, а не тогда, когда война случится. Я вам желаю огромного успеха. Все, до следующего вебинара, следующий вторник, Ольга Масня, как работать, как открывать новую страну, и среда эволюционного бы такого. Счастья, успеха, звезды, посад, счастливо. Пока-пока.